Всем привет! Сегодня будет немножко у нас другое освещение для имени доставать свои лампы белого света, поэтому обойдемся всего лишь желтым. Итак, о чем сегодняшнее видео? Сегодняшнее видео о том, что после изготовления крайнего проекта, он же был первым проектом по изготовлению, точнее, наверное, переделке кухонного ножа, я остался очень доволен результатом. И, на самом деле, наверное, я стал понимать, откуда у моего знакомого Кости такая тяга к сборке, изготовлению ножей в основном кухонного применения, потому что, на самом деле, кухонный нож, столовый нож, это нож, которым мы пользуемся больше, чем всеми другими, да, там, всякими EDC и прочими, и прочими. У меня, на самом деле, за весь день бывают ситуации, да, что я там не раз достаю нож, что-то там подрежу, еще что-то, но кухонным ножом пользуемся гораздо чаще. Вот, в связи с чем появилась идея до того, как произойдет переезд, он предстоит уже скоро, пока есть мастерская. Ну, на самом деле, хотелось бы успеть как можно больше сделать. Сейчас всячески мне содействует и Костя. Костя со мной всегда делится всякими вот такими ништячками, да, вот, для различного типа стабилизированная древесина. Там, я не знаю, просто вот, ну, у Кости в основном стабильная древесина, он мне все время чем-то таким подогревает, что-то все время подкидывает. Ну, и, в общем, плюс появился еще один интересный человек Степан. Степан просто потрясающе работает с капом. На самом деле, в Кыргызстане произрастает огромное количество орехов, ореховых лицов, грецкого ореха и очень много капа различного, вот такого темного, светлого, прочего, прочего. Степан является именно резчиком по капу. И у него кап не только ореховый, у него и суиль ореховый, и просто ореховый, там, доски, все остальное. Плюс Степан еще тоже в определенное время увлекался изготовлением ножей для своего, для быта. В общем, у него остались кое-какие заготовочки из R6-M5, R18, и он тоже всячески мне в этом помогает. Вот, ну и, собственно, решил я, что до отъезда хотелось бы мне изготовить еще пару кухонных ножей. Сталь для этих ножей была буквально сегодня заказана. Открыл я для себя очень интересный магазин Knife Making Crew. Такой магазин с очень хорошими ценами, с очень хорошим выбором синтетических материалов для рукояток, плюс самой стали. Ну и, собственно, непосредственно контактировал я в этом магазине с Геннадием. Оказался очень интересный мужик и очень отзывчивый. У меня там случилась очень такая серьезная загвоздка с моей посылкой. Но, тем не менее, он мне очень помог ее решить. То есть, посылку перенаправили ко мне напрямую, минуя Москву и все остальное. Ну, в общем, тем не менее, сегодня я получил металл из этого магазина. И сегодня же я снова сделал заказ на сталь из 90В для кухни. А сейчас давайте я вам покажу, что я сегодня получил. Значит, давайте так. Прежде чем я вам расскажу про сталь, еще я заказывал вот такую пробную пластиночку. Это макумы ганы, это серебро с медью. Делалось это в США. Тип узора называется Burl Cup. Значит, очень интересный сайт нашел, на котором можно заказывать макумы из различных материалов. Не только классическое, там и кабальт с титаном, и тимаскус, и очень много всего. Причем есть и пластинки, и накладки для ножей, разные потолщине, и парами. Ой, прошу прощения, тяжелый день. И парами, и поодиночке даже вот такие бруски есть. Ну, поменьше, конечно, там. Ребята любят из них в Америке ручки различные точить и прочее, прочее. Очень интересный. Первый опыт будет моего изготовления и работы с этим материалом, но я когда увидел, мне очень понравился. Поэтому я выбрал именно вот такой вот узор, что он когда отполируется, он будет еще красивее. Значит, ну и давайте посмотрим, что я сегодня получил по стали. Значит, очень долгожданный мной брусочек, полосочка. Это вот такая вот сталь. Вы видите, это S125V. Значит, 4,8 в обухе, 4 ширина и длина, по-моему, 21. Значит, есть у меня большое пожелание. Значит, скомбинировать вот этот замечательный, красивый брусочек, именно вот этот, скомбинировать вот так вот с Макумы Ганы. Ну, наверное, даже, даже, наверное, вот так вот с Макумы Ганы на больстер. Причем, больстер вот так, под углом. И изготовил сюда 12,5-13, наверное, клинок вот из этой адской порошковой железки. В общем, и получить себе такой неплохой фикс из стабилизированного капа. Ну, разумеется, что колорированного. Вот, и вот этой замечательной стали. Хочется что-то такое очень интересное, очень рабочее, кожаные ножны такие, чтобы я мог это забрать с собой и пользоваться. Потому что у нас везде кругом горы, там, куда я еду, тайга и море. В общем, хотелось бы, чтобы было с чем ходить. Вот. Плюс сегодня я получил вот такую вот полосочку S30V, 30-сантиметровую. Плюс я получил вот такого вот тоже монстра. Такую полосочку 5,2 шириной. Тоже 5 миллиметров обухи. Это сталь CPM-4. Вот, очень мне понравилось. Вот. Ну, и, собственно, по поводу вот этих вот сталей я еще не определился. Насчет 125-ки у меня есть готовый проект, которым я займусь в первую очередь. Я думаю, что поскольку с города Владимира, это именно тот город, в котором находится магазин Кнэйф Викинг, то очень мне за 4 дня пришли вот эти курьерской почты за вполне вменяемые деньги. Пришла вот эта вся сталь. Сегодня я перевел ребятам денег за сталь S90V и еще кое-какие материалы. И есть у меня, в принципе, идея, что если мне удастся поместиться вот этот один в этот кусочек, разделив его пополам, потому что у меня в планах один нож сделать как шеф, но только небольшой 6-дюймовый, примерно 15 сантиметров. И второй, как это, пэринг-найф, да, называется такой вспомогательный нож с клиночком в районе 10 сантиметров. То если мне удастся поместиться вот сюда вот в один брусок, будет здорово. Если нет, то у меня есть, ну, похожий, слегка отличающийся по цвету вот такой вот нож. Причем кухоннички, наверное, будут клиночки в японском стиле, рукоятки более европейские. И есть пожелание изготовить к ним деревянные ножны, чтобы ножи и перевозить, и, в принципе, хранить можно было не в подставке, а в этих деревянных ножнах. Поэтому вот такие вот пока у меня планы. Будем надеяться, что через короткое время мы увидим с вами результат. Ну, может быть, успеем даже делать какие-то тесты. Поэтому всем спасибо. Пока!